Урок математики Числовые и буквенные выражения Развивать математическую логику Находить значения выражения при различных значениях переменной Начинаем мы опять решать, отгадывать, считать Ум и сердце в работу вложи Каждой секундой в труде дорожи Начинаем наш урок И для начала нашего урока вам необходимо будет приготовить листочек и ручку Итак, математическая разминка Ребята, посмотрите, пожалуйста, на числовые выражения И найдите значения выражения Итак, приготовились Начинаем Найдите разность двух чисел 48 и 2 Найдите разность двух чисел 100 и 90 Продолжаем Записываем только ответы Готовы? Проверяем 46 10 4 50 5 70 Правильно, вы прекрасно справились с работой Молодцы! Следующее задание Прочитай, подумай и выбери правильное решение Нам дана задача В вазе было 5 красных яблок А желтых на 2 яблока больше Сколько всего яблок было в вазе? Найдите верное решение Подумайте Да, правильно, ваш выбор правильный Вы нашли верное решение Вы уже встречались с такими понятиями, как выражения Числовые и буквенные выражения Сегодня, решая выражения и задачи, мы также столкнулись с этими понятиями Но о каждом понятии будем по порядку Решите задачу В одном альбоме у Саши было 8 марок В другом 7 марок Ему подарили еще 8 марок Сколько марок стало у Саши? Подумайте и скажите Какая это задача? Простая или составная? Да, эта задача непростая Так как мы не можем ответить сразу на вопрос этой задачи Мы же знаем, что задача состоит из краткой записи, решения и вопроса Вот теперь, прежде чем ответить на этот вопрос Мы должны выполнить первое действие Мы должны узнать, сколько марок в двух альбомах А потом только мы можем ответить на вопрос Сколько марок у Саши? Проверьте Решение Правильно, молодцы! А теперь скажите Как еще можно решить эту задачу? Можно ли эту задачу решить с помощью выражения? Подумайте Да, ребята, эту задачу можно решить с помощью выражения Молодцы! У вас все хорошо получается И сейчас мы вспомнили о числовых выражениях Числовые выражения Числовое выражение – это запись, состоящая из чисел, арифметических действий и скобок То есть это сумма двух чисел 5 и 67 К произведению двух чисел 2 и 3 прибавить 4 Из 34 вычесть 23 и 7 А теперь вместе давайте посмотрим внимательно на таблицу Чтобы решить числовое выражение, надо найти его значение выражения Нам дано числовое выражение сумма двух чисел 12 и 7 Вычисляя, мы находим его значение выражения Следующее выражение дано Разность двух чисел 34 и 30 Вычисляя его, мы находим значение данного выражения Немаловажно уметь читать числовые выражения Сумма двух чисел 12 и 9 Разность двух чисел 49 и 20 Из числа 34 вычесть сумму 8 и 21 К 13 прибавить разность чисел 26 и 8 А сейчас поговорим о решении числовых выражений Чтобы решить числовое выражение, нам необходимо выполнить действие в скобочках Итак, найти сумму двух чисел 30 и 2 Сумма двух чисел 30 и 2 равна 32 Теперь нужно из 45 вычесть 32 Равно 13 Итак, значение числового выражения равно 13 Чтобы сравнить числовое выражение, надо найти значение каждого из выражений Давай сравним значения двух выражений Разность чисел 14 и 6 и разность чисел 18 и 9 Для этого найдем значение каждого из них Разность чисел 14 и 6 равна 8 Разность чисел 18 и 9 равна 9 То есть 8 меньше 9 Значит, разность чисел 14 и 6 меньше разности чисел 18 и 9 Сейчас мы вспомнили, что такое числовые выражения Теперь скажите мне, пожалуйста, а какие бывают еще выражения? Правильно, еще бывают буквенные выражения Посмотрите внимательно и скажите, чем они отличаются Числовые выражения от буквенных выражений Давайте дадим понятие Буквенные выражения состоят из букв, чисел, арифметического действия и скобок Для записи буквенного выражения необходимо знать некоторые буквы латинского алфавита Я представляю вам полностью весь латинский алфавит Но хочу сказать, что чаще всего пользуются буквами А, Б, С, Д, Х, У, М, Н, К Алгоритм решения буквенного выражения Это значит порядок выполнения команды То есть мы должны прочитать буквенное выражение Записать буквенное выражение Подставить значение неизвестного выражения И вычислить результат Например, разность чисел 28 и С Или из 28 вычесть С Подставим место неизвестного С число 4 Найдем значение выражения Вычисляем результат Продолжаем нашу работу Мы выполним задание из учебника на странице 103 Запишите сумму и разность произведения и частные чисел 18 и 2 Подумали Записали Это числовое выражение Следующее задание Из чисел 80 вычесть сумму чисел 20 и 7 Верно К числу 12 прибавить разность чисел 11 и 3 Молодцы У вас хорошо получается Следующее задание Найдите значение буквенных выражений Вспоминаем понятия и выполняем задание Проверяем работу Правильно У вас хорошо получается Молодцы Вы прекрасно усвоили материал Ребята, мы сегодня плодотворно поработали на уроке Давайте подведем итог нашему уроку Сегодня на уроке мы закрепили понятия числовых и буквенных выражений Закрепили умение составлять, читать и записывать числовые и буквенные выражения Развивали математическую логику Отрабатывали навыки нахождения значения выражения при различных значениях переменной Большое спасибо за работу Урок окончен Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок русского языка Тема сегодняшнего урока Местоимение, его значение и употребление его в речи Сегодня на уроке мы ответим на вопросы Для чего нам нужны местоимения? Какова роль местоимения в предложении? А для того, чтобы начать новый урок, давайте повторим то, что мы с вами узнали о местоимении Мы помним, что местоимение становится вместо имени существительное Поэтому и образовалась новая часть речи «местоимение» Местоимение мы используем как часть речи Поэтому она является частью речи, которая указывает на предметы, но не называет их Давайте с вами узнаем, на что указывают наше местоимение Местоимение «я», «мы» указывают на говорящего Местоимение «ты», «вы» указывают на того, кому говорят или к кому обращаются Местоимение «он», «она», «оно», «они» указывают на того, о ком говорят, но не называют Их и эти лица не участвуют в разговоре Ребята, мы с вами должны запомнить правописание местоимений «она», «оно», «они» Потому что в ударном положении «он» мы слышим четко звук «о» Поэтому в безударном положении мы с вами должны писать тоже букву «он» Ребята, сейчас мы с вами прочитаем диалог А что такое диалог? Диалог – это разговор одного или несколько лиц Почему так рано? – удивилась бабушка А она заболела Кто она? – спросила бабушка Ребята, какое правило речевого общения нарушил мальчик? Правильно, ребята, он не указал лицо и человека, о котором говорится в данном тексте Давайте поможем мальчику исправить свои ошибки Почему так рано? – удивилась бабушка А Ирина Николаевна заболела Она поехала к врачу Во втором случае мы видим, мальчик указал Мы можем предположить имя и отчество учительницы Ее зовут Ирина Николаевна И что потом мы заменили Ирину Николаевну местоимением «она» Мы исправили ошибки, мы молодцы, ребята Какой вывод мы можем с вами сделать? Что местоимения заменяют имена существительные, чтобы не было повторов А текст был более красивым и правильным Самое главное, ребята, нам нужно сначала назвать предмет Или человека, о котором мы будем говорить А уже потом заменять его местоимением Что мы, ребята, видим на рисунке? Девочка моет посуду Она помогает маме Давайте выделим главные члены предложения в этих двух предложениях И я думаю, вы справились так же, как и я О ком идет речь в первом предложении? О девочке Кто? Она Девочка Это подлежащее Подчеркиваем одной чертой Девочка что делает? Моет Это сказуемое Подчеркиваем двумя чертами Во втором предложении местоимение «она» заменила имя существительная девочка То есть речь пойдет о девочке Ставим вопрос Кто? Она Это подлежащее Подчеркиваем одной чертой Она что делает? Помогает это сказуемое, подчеркиваем двумя чертами. Ребята, какой вывод мы можем сделать из вышесказанного? Что местоимение выступает главным членом предложения, то есть подлежащим, и отвечает на такие же вопросы, как имя существительное. Кто? Что? А сейчас откройте, пожалуйста, учебники на странице 104. Мы выполним с вами упражнение 178. Что нам нужно сделать в этом упражнении? Нам нужно прочитать. Солнышко выплыло из-за тучи, солнышко обогрело землю. На крышу сел воробей, воробей звонко зачирикал. Прилетела воробьиха, воробьиха расправила свои перышки и тоже зачирикала. Рады солнышку птицы, птицы стали весело щепетать. Как мы видим, в этих парах предложений повторяется одно и то же слово. Вы скажите мнение, что нужно сделать, чтобы не было повторов одного и того же имени существительное в каждой паре предложений. И как мы уже с вами знаем, чтобы не было повторов, мы одно из слов заменяем другим словом. Давайте с вами выполним это упражнение. И мы сделали так с вами. Солнышко выплыло из-за тучи, оно обогрело землю. В первом случае мы с вами слово «солнышко» заменили местоимением «оно». И мы с вами должны помнить, что не только местоимение мы можем заменять слова. Мы также можем заменить слово синонимом. Что такое синоним? Это слова, близкие по значению. Давайте проверим, что у нас получилось. Солнышко выплыло из-за тучи, светило обогрело землю. Слово «солнышко» заменило синонимом «светило». Светило так древние славяне называли «солнце». Третий способ, как мы можем заменить слова, это заменить его образным выражением. Солнышко выплыло из-за тучи, небесное светило обогрело землю. Слово «солнышко» мы заменили небесным светилом. Ребята, домашним заданием вам будет повторить правила на странице 101 и выполнить упражнение 179 на странице 104. И наш урок хотелось бы закончить стихотворением. Наберись, дружок, терпения, заучи местоимение, я и мы, ты и вы, он, она, оно, они. До свидания, наш урок окончен, до новых встреч. Здравствуйте, дорогие ребята! Солнце радостно проснулось, осторожно потянулось, лучиком пора вставать и урок наш начинать. Начинаем урок литературного чтения. Послушайте и попробуйте объяснить смысл слов. Тайное становится явным. Что же такое тайна? Это то, что скрывают от других, что не всем известно. А что значит явное? Нескрываемый, открытый, известный. Сегодня мы будем читать произведение с таким названием. А кто же его автор? Виктор Юзефович Драгунский. Каким человеком был Виктор Драгунский? Послушайте рассказ о его жизни. Виктор Драгунский родился 17 ноября 1913 года в Америке, где его родители получали образование. После рождения сына возвратились в Россию. Рано потеряв отца, с 16 лет начинал самостоятельную жизнь. Работал актером кино и театра, был цирковым клоуном, написал несколько повестей, много юмористических рассказов. Когда у Виктора Драгунского родился сын Денис, с ним начали случаться всякие смешные истории. Драгунский стал эти истории записывать и получились Денискины рассказы. Это веселые и жизнерадостные рассказы о городских мальчишках Дениски и его друзьях. Примером главного героя этих рассказов был сын Драгунского Дениска, а в образе папы легко узнать самого писателя. Особенно любил Виктор Драгунский выступать перед детьми. Для него не было большего наслаждения, чем следить за маленькими зрителями. Из сборника Денискины рассказы в нашем учебнике поместили рассказ с необычным названием. Давайте прочитаем это название. «Тайное становится явным». О чем может идти речь в этом произведении, судя по названию? Давайте проверим ваши предположения и познакомимся с текстом. Но прежде чем прочитаем рассказ, давайте разберем некоторые выражения, которые встретятся в этом произведении. Московский Кремль – древнейшая часть Москвы. Постройка Кремля обнесены высокой каменной стеной. Может, вы что-то слышали о Грановитой палате? Это историческое двухэтажное здание на территории Кремля. Стена облицована граненым белым камнем. Отсюда и название – Грановитая. Царь-пушка отлита как памятник. Из нее не было сделано ни единого выстрела. Русский царь Иван Грозный. Грозным его назвали за его жестокий нрав – характер. А сейчас мы с вами прочитаем рассказ «Тайное становится явным» и проверим, сбылись ли ваши предположения. Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре «Тайное всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил, что это значит, мама, «Тайное становится явным». А это значит, что если кто-то поступает нечестно, все равно про него узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание, – сказала мама. «Понял? Ложись-ка спать». Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал, как же так получается, что «Тайное становится явным». Я долго не спал, а когда проснулся, было утро, папа уже был на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать. Ребята, что однажды услышал Денис от мамы? Правильно, «Тайное становится явным». Сначала я съел яйцо, это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсался с корлупой, так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», – сказала мама, «безо всяких разговоров». Я сказал, «Видеть не могу манную кашу!» Но мама закричала, «Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый кощей! Ешь, ты должен поправиться!» Я сказал, «Я ею давлюсь!» Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила, «Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?» «Ну, еще бы! Я не знаю ничего красивее Кремля!» Я там был в грановитой палате и в оружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме, «Конечно! Хочу в Кремль, даже очень!» Тогда мама улыбнулась, «Ну вот, съешь всю кашу и пойдем!» «А я пока посуду вымою! Только помни, ты должен съесть все до дна!» И мама ушла на кухню. Ребята, что может произойти дальше? Подумайте, а я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал, но невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает? Посыпал песку, попробовал. И еще хуже стало! Я не люблю кашу, я же говорю! Она, к тому же, была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело. Я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно, ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно съесть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли и остановилось дыхание. И я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол. Ребята, как вы думаете, чем закончится рассказ? Слушаем дальше. «Интеллигентный человек». «Что вам нужно?» Спросила мама. «Как не стыдно!» Милиционер даже стал по стойке смирно. «Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость в окно. Не клевещите, ничего я не выливаю». «Ах, не выливаете!» Язвительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул «Пострадавший!». И к нам вошел какой-то дяденька. Я, как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он, как вошел, сразу стал заикаться. «Главное, я иду фотографироваться, и вдруг такая история!» Каша! «Манная, горячая, между прочим, сквозь шляпу и то жжет!» «Как же я пошлю свое фото, когда я весь в каше!» Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она тихо. «Разрешите, я вас почищу? Пройдите сюда». И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал. «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным». Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила. «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил. «Да, ребята, понял ли, Денис, смысл слов? Тайное становится явным, без маминого объяснения». Я думаю, конечно же, да. Сейчас давайте проверим, внимательно ли вы прослушали рассказ. Предлагаю вам выполнить следующее задание — восстановить последовательность событий. Давайте проверим. Надеюсь, у вас все получилось. Молодцы! Хорошо запомнили содержание текста. Ребята, я вам рекомендую дома еще раз прочитать рассказ на страницах нашего учебника 161-167 и подготовить пересказ от имени Дениски. До свидания! Спасибо за урок! Редактор субтитров А.Семкин